Приветствую вас. Прежде всего, нужно сказать, что вас мотивирует быть, скажем так, в такой вот потребности, да, в таком вот желании. Ага. Вас мотивирует быть проблема в семье. То есть у вас просто проблема в семье. У вас проблема в семье, вы, соответственно, не справляетесь, да, вам тяжело, вот, вам трудно, вот. И вы хотите убежать. Вы хотите убежать. Убежать от проблем, по сути. На самом деле, на самом деле, вы не убежите от проблем, потому что они находятся в вас. Значит, это ваши противоречия. Это ваше искаженное восприятие себя. Вот. Вот. Это ваша неуверенность в себе. Вот. Это ваши страхи. И страхи ваши, они на самом деле связаны, опять же, с подспутным желанием, вот, быть свободной. То есть вы хотите быть свободной. Вы хотите быть, вы хотите сами быть свободной. И поэтому боитесь. Если вы сразу, резко переместитесь в независимую жизнь, то есть, на мой взгляд, большая вероятность того, что вам станет еще более страшно, вам станет еще более тяжело. Тяжело вам станет еще более не по себе. Вот. И вы можете окончательно потерять веру в себя. Поэтому я рекомендую вам здесь и сейчас работать над своим личным пространством. Работать над тем, чтобы говорить нет, когда вам что-то не нравится. Да? И вообще-то говоря, рекомендую вам почитать книгу Тауссенда «Барьер». Эта книга бесплатна. Ее можете найти в интернете. Вот. Прочтите эту книгу. Я полагаю, что вам эта книга поможет в такие вот базовые моменты, базовые аспекты понять и необходимые ресурсы получить. Да? То есть, отныне я рекомендую вам воспринимать то, что происходит здесь и сейчас с вами, в том числе и вашу семью, как полигон для тренировки своих сил, ресурсов и желаний. Именно противоречия, именно сопротивление вам означает, что вы идете правильным путем. Понимаете? Поэтому своих родителей вам нужно воспринимать исключительно как полигон для укрепления своих ресурсов. Вот. Укрепление своих сил. Значит. Вы пишите «Хочу жить в самостоятельной жизни». Для чего? Знаете? Очень мало. Мало. Просто одного какого-то желания. Вот. То есть, мало одного какого-то желания, да, жить самостоятельно. Как самоцель, да, как самоцель. Это, ну, довольно тяжелая история. Давайте будем честны. Как самоцель, это довольно тяжелая история, потому что сразу, отдельно, вот так резко жить, при условии, что вы были подчинены своим родителям, вам будет нелегко. Поэтому нужна цель, это как примерно та же история с похудением. Чтобы чего-то достичь, чтобы чего-то добиться, чтобы изменить свою жизнь, нужно мотивация. Нужно четко понимать, как я буду использовать появившийся у меня ресурс, как я буду использовать появившиеся у меня возможности, время, силы, энергии и так далее, как я буду это использовать и что в моей жизни изменится. Если вы себе на эти вопросы ответить не можете, то есть, вы не можете ответить себе на вопрос, так, а мне вот вообще для чего это нужно, да, вот зачем я хочу, почему я хочу. Может быть это просто у меня такой своего рода дух противоречия, да, вот, против родителей, например. Вот. То в таком случае этого, безусловно, ни в коем случае допускать нельзя. Вот. У вас должна быть своя цель. Если есть твоя цель, то шансов на то, что вы ее добьетесь, у вас будет гораздо больше. Дальше, значит, вы пишете, дурные мысли лезут в голову. Да? То есть, это мысли какого типа? От кого они идут? Моя мечта быть, так, вот моя мечта, отдельно в другом городе и не быть зависимой от родителей, так как постоянно нахожусь с родителями, но у меня присутствует страх жить самостоятельной жизнью. Я думаю, что вам гораздо эффективнее и правильнее было бы сейчас, живя с родителями совместно, да, сделать так, чтобы родители, да, были как бы, ну, порознь с вами, грубо говоря, понимаете? То есть, очень важно, очень важно, сейчас, пока у вас есть ресурс, очень важно уметь говорить «нет» своим родителям. Вот. Это принципиально важно. Потому что вам всегда будет куда отступить, вам всегда будет куда вернуться, вам всегда будет куда облокотиться и где расслабиться. Вот. Тогда как, находясь уже непосредственно в, ну, отдельно проживая от родителей, да, вот, вы уже не сможете действовать вот примерно таким образом, как можете действовать сейчас. Да. Поэтому, если вы живете постоянно с родителями, просто работайте над тем, чтобы была некая область, была некая область во взаимодействии между вами и родителями, куда бы родителям не было бы доступа никакого. Вот. Вот это, то, что вы реально можете сделать сами. Это, то, что действительно вам по силам. Ведь начинать путь к самостоятельной жизни нужно постепенно. Поставив себе задачу большую, поставив себе задачу сложную, вы, по сути, обрекаете себя на, с одной стороны, неудачу. И тем самым следуете, скорее всего, родительскому сценарию по доказыванию себе, что вы никто, ничто, ничто и ни на что не способны. С другой стороны, вы еще больше занижаете свою самоценку. Кстати, самоценка будет получаться, если вы будете говорить родителям нет, если будете знать, что есть что-то, куда им нет доступа, и это, в общем-то, абсолютно нормально. Да, придется решиться, да, они будут недовольны, да, эта история будет повторяться снова и снова, но без этого невозможно, ну, невозможно без этого добиться того, что вы хотите. Понимаете? 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 Невозможно без этого достичь того результата, который вы, ну, который вам нужен. Дальше. Значит, даже оставаться, ночевать одна дома боюсь, при дальше еще боюсь 17. Ну, здесь, конечно, нужно работать с вашими страхами. Вот. То есть. Тут я рекомендую вам определить, собственно, чего вы боитесь. Вот. Все-таки я рекомендую вам определить, чего вы боитесь все же. Потому что это довольно важная история. То есть вы боитесь одна, значит, вполне вероятно, что вы, ну, чего-то вы в себе не принимаете. Вот. Чего-то вы в себе не признаете. По какой-то причине вы считаете, что что-то в вас не так. Вот. Темноты вы боитесь, потому что боитесь неопределенности. Вот. И, соответственно, все в жизни пытаетесь контролировать. Очень мало у вас импровизации, очень мало у вас спонтанности. Вот. То есть здесь нужно работать именно над этим. То есть это то, что вы можете сделать. Да, меньше планирования, больше спонтанности, больше доверия своим силам, больше доверия своей интуиции, значит, и коррекция отношения к ошибкам. Вот. Важным. Ну, кстати, справедливости ради, надо сказать, что про ошибки вы можете легко почитать, опять же, в той книге, о которой я говорил. Да. Вот. Это, это thousand, thousand барьеры, да, еще раз. Повторяю вам. Вот. Это, значит, значит, такая вот рекомендация вам будет. Дальше. Может быть, мне что-то мешают подрослеть. Да, вам мешают подрослеть, мешают подрослеть вам ваши запреты, которые имеют место быть, родительские запреты, которые вы принимаете на веру. Вот. Потому что, ну, возможно, вы привыкли, вы привыкли так вот действовать, вы привыкли так себя вести, вы привыкли своих родителей, допустим, слушаться. Вот. И, значит, соответственно, тяжело вам сразу, тяжело вам сразу будет жить самостоятельно. Вот. Вот. В такая сторона. Поэтому, я думаю, значит, что ключевой аспект именно в отличении того, что касается лично вас от того, того, что говорят вам ваши родители. Вот. Это очень важный момент. Очень важная история. Это очень важная история. Так. А, значит, дальше идём. Так. Значит, ну, у вас занятие на самооценке. Это всё, в общем-то, понятно, да? Вот. Значит, ну, вот, в принципе, это то, что вам можно ответить на ваш вопрос. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку «будра помочь». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. программы. Продолжение следует...